Всех приветствую! У меня тут создалось пару минут свободного времени и решила запишу еще одно видео, потому как после записи предыдущего у людей возникли вопросы. Я на них постараюсь ответить быстренько. Вопрос в комментариях был, расскажите, пожалуйста, о том, как живут обыкновенные люди в России. Я так понимаю, те, которые я знаю и с которыми я имела дело, пока я там была два месяца. Пожалуйста, расскажу вкратце конкретные примеры. Люди, например, которые снимают мою квартиру. Это семья из четырех человек, муж, жена и двое детей. Младший ребенок маленький, 4 года, по-моему, старшему, по-моему, 10, насколько я понимаю. Оба работают. Их можно описать как средняя семья, среднего достатка, короче, средний слой, средняя, так сказать, прожилка. Работают и муж, и жена. Жена, у нее такая профессия, что она может работать на дому, сама на себя. И в основном она этим и занимается, что ей позволяет и присматривать как раз-таки за детьми, ну и вести хозяйство. То есть у них очень все хорошо организовано. И они как жили, в принципе, так и живут. Когда мы с ними заранее договорились с обоюдного согласия, это устраивало их и устраивало меня, что моя поездка, ну, по крайней мере, ее начало первые три недели, я как раз истыкую с тем временем, когда они уезжают в отпуск. И я жила в своей квартире, они, естественно, за это время мне не платили рент. Им очень понравился этот вариант, мне тоже он устроил, потому что у меня там шкаф небольшой я специально оставила, где у меня одежда дополнительная висит, и мне не приходится таскать много одежды с собой. И плюс, как вы знаете, в Москве погода переменчивая, даже летом может стать очень холодно или может стать неожиданно очень жарко осенью, поэтому хорошо иметь вещи на все сезоны, а не бежать что-то покупать, если вдруг изменилась погода. Так вот, они ездят в отпуск каждый год, муж их собирает семью и везет в отпуск, они ездили в Крым в этом году, сказали мне, мы потом с ними по приезду, я, конечно, естественно, съехала с квартиры, но потом я их навестила, мы сидели пили чай, я тортик принесла, разговаривали, они сказали, что прекрасно отдохнули в Крыму, они поехали на машине, ну, там поездили по разным местам, отдохнули, приехали назад, и как раз вот обсуждали варианты, им очень нравится моя квартира, в основном ее месторасположение, и квартира, и где она находится, район, а также дом, этаж, ну, и вообще вся обстановка вокруг, так сказать, дома и района, и они думают ее покупать, я совершенно не возражаю ее продать, и вот я как раз поинтересовалась, я никуда не тороплюсь с этим, у меня план, так сказать, долгосрочный, мы поговорили, и он сказал, что да, он там уже накопил денег, почти все готово, ну, естественно, и нужно будет брать ипотеку, потому что у меня квартира трехкомнатная, в хорошем районе, ну, не дешевая, скажем так, он сказал, что он будет брать ипотеку, в общем, так и обговорили, я понимаю, что сейчас в России объявили мобилизацию, и ситуация может измениться, но от них я ни про какие изменения не слышала, потому что я не думаю, что, во-первых, он попадает под первую волну мобилизации, даже если он и попадет, а во-вторых, сегодня я посмотрела в инвест-ревью, инвест-ревью это канал в телеграме, и я, кстати, его рекомендую, там конкретно, я не знаю, кто его ведет, не помню, кто мне его рекомендовал, но там конкретно опираясь на факты, просто оговаривают факты, его сказали, что сегодня был не просто принят, а подписан приказ о том, что призывникам и контрактникам дадут каникулы на ипотеки и на кредиты, кредитные каникулы, насколько я так поняла, написали, но, по крайней мере, от них я никакой информации о том, что что-то у них изменилось, не слышала, ну вот один пример, люди живут, как жили, продолжают копить деньги, они живут, кстати, очень плодотворно, у них очень все хорошо организовано, у них прекрасные дети, дети у них ходят в разные кружки и секции, они их разнообразно развивают, вот я там пока жила в своей квартире, я видела книги какие для детей, там по развитию начальная математика, начальная химия, то есть они стараются детям помимо школьного еще и дать хорошее образование, то есть убедиться, что дети у них растут правильно. Моя подруга, она моего возраста, мы с ней вместе ходили в детский сад, мы начали с детского сада, потом вместе учили в школе, ну потом жизнь нас разбросала в разные страны, а потом мы с ней опять, вот где-то лет 8 назад или 7, снова встретились, и она, мы-то родились в Баку, и она, но она оказалась тогда, она уже жила в Подмосковье, сейчас она еще в ближнем Подмосковье переехала, вот мы с ней постоянно общаемся, мы когда с ней встретились, мы как будто и не расставались, то есть прошли через жизнь, и у нас не изменилось мировоззрение, точка зрения, взгляд на жизнь, отношение ко всему, тоже живет как жила, она доктор наук, преподает в училище, она до этого работала директором школы, до этого она работала в Министерстве опеки, сейчас она преподает в училище, в основном потому, что она находится буквально в 5 минутах от ее дома, она живет в Химках, и ей очень нравится то, что не надо далеко ездить на работу практически, у нее машина, на машине она доезжает за 5 минут, пешком она говорит, ну минут 15, если, то есть, короче, совсем все рядом, ну вот как продолжает работать, как и работала, хотя она мне рассказала вот интересную историю, начальник этого училища, который по всем, когда она там начала, она там начала работать примерно года полтора назад, и вот она говорит, что был такой молодой и перспективный по всем меркам, и он, кстати, ей очень нравился как руководитель, и вот в какой-то момент это было в конце февраля, в начале марта этого года, обсуждался там какой-то план, я не преподаватель, я не буду вдаваться в детали и вас утомлять, но, короче, обсуждался какой-то серьезный план, связанный с аккредитованием этого учебного заведения, и ей очень нужно было, она преподаватель, но у нее должность административная, и ей очень нужно было все детали согласовывать с начальством, не потому, что она не знает как, а я думаю, те, кто имеет дело с бюрократией, понимают, у нее нет полномочий самой принимать определенные решения, то есть решение должно быть одобрено и подписано начальством, или хотя бы словом одобрено. Короче, она с ним общалась, общалась по телефону и через мессенджер, и все вроде было нормально, и вдруг она перестала получать ответы, потом она их перестала получать совсем, а ей нужно было, там были сроки, ей сроки поджимали, она пришла в приемную, ей секретарша говорит, ой, его нет, он как-то вот ездит, она говорит, ну вот можно с ним связаться, мне необходимо, и что-то как-то секретарша замялась. И буквально через два дня Оле, мои подруги, говорят, что вот у нас сейчас новый начальник, временно исполняющий обязанности, и она когда пошла к нему в кабинет, они там обсуждали кое-какие темы по работе, и вдруг у него зазвонил сотовый телефон. Ну, Оля, она привыкла в своей работе, она сразу ему говорит, мне выйти? Он говорит, нет-нет-нет, сейчас. А он, Оля мне сказала, он глуховат сам мужик, он достаточно в розыске мужчины, и он глуховат слегка. Она говорит, и мало того, что он громко говорит, еще у него и телефон настроен так, я думаю, вы знакомы с этой ситуацией, когда рядом с вами человек говорит по телефону, а вам прекрасно слышно, что ему из телефона его собеседник говорит. Короче, из этой беседы стало совершенно очевидно, что вот этот молодой перспективный рванул с концами в Турцию, решил покинуть родину, я так понимаю, в связи с начавшимися событиями, и вот так вот быстро, никому ничего не сказав, так сказать, рванул, то есть всех удивил. И мы вот с Олей сидели, она, и я, и она удивлялись. Она говорит, понятия не имею, зачем он это сделал, куда он поехал, что он там будет делать, чем он там будет. То есть ей это было настолько дико и непонятно, она просто себе представить не могла. Понятно, что он поехал в Турцию, возможно, он там еще куда-то поедет, но дело все не в этом. У него в России, опять не буду вас обременять подробностями, но там у него были перспективы. Он был не просто так человек, у него были связи, у него были перспективы. Ему, короче, пророчили большое будущее, так сказать, по руководящей линии. Ну вот он рванул, ну рванул и рванул. И мы с Олей и с ее мужем как раз сидели, обедали, и все втроем решили, ну, перышко ему и флаг ему в руку. Вот. Это моя подруга, и у Оли двое взрослых детей, а дочь, ей 30 с чем-то лет, и сыну, по-моему, 38. Он женат, у него только ребенок у них родился недавно. И вот как раз Оля, только-только она помогла дочери сделать ремонт в квартире. У дочери, она, и Оля ей помогла эту квартиру купить изначально. Вот у дочери сейчас своя квартира, она очень довольна. И сыну она тоже помогала, но там у них было немножко по-другому, они договаривались. И вот как раз Оля со мной обсуждала в августе, мы с ней разговаривали. Она говорит, ну вот сейчас мне надо взять кредит, вроде как нормальный сталь, потому что там, по-первых, начало проценты резко поднялись, а потом она говорит, ну вроде сейчас нормально, сейчас я возьму кредит, чтобы помочь Ромке, он тоже жену, они хотят купить квартиру побольше. Вот такие планы. Оля, у нее муж, он тоже работает. Вот они продолжают, так сказать, жить как жили. Опять же, я говорю, с мобилизацией никто не паникует. Я в постоянной связи через WhatsApp, через Telegram со своими друзьями, своими знакомыми. Никто никуда не бежит, из моих знакомых, по крайней мере, никто никуда не рвет. Все спокойно оценивают ситуацию и уже решают, как будет по обстоятельствам. То есть получат они повестку, не получат, и как и что они будут действовать. Бегать никто никуда не бегает. Женщина, молодая женщина, косметолог, в одном из салонов, я когда приезжаю, все время хожу, очень хороший салон, называется Брюсов клиник. Кстати, если кто живет в Москве, рекомендую. У них, он, сказать, чтобы совсем дешевый, нет, но у них нормальные цены по отношению к тому, что они делают. А по сравнению с Америкой, там, ну, очень хорошие цены. В Америке все это очень дорого, поэтому я стараюсь такие процедуры делать в России. Так вот, молодая женщина, ей, по-моему, 34 года, она, по-моему, сказала, которая занималась моим лицом. Она, кстати, это был еще разговор у нас в июле. Она говорит, ну вот, возможно, будет мобилизация. И единственный вопрос, который ее лично волновал, вот именно ипотека. Потому что она говорит, я вот купила, говорит, полтора года назад квартиру, у меня ипотека, вот мне вот вопрос остро встает с ипотекой, если меня вдруг призовут. Она, кстати, ее призовут, даже если ее призовут, то не в первую очередь, она мать-одиночка, у нее ребенку 5 лет, по-моему. Но вот, опять же, никуда она бежать не собиралась, у нее был вот только вопрос, как решить вопрос с ипотекой. Вот, это еще одна знакомая. Это все на тему, как живут обыкновенные люди. Снимала я там, посуточно квартиры снимала. Одна женщина была, она примерно моего возраста, тоже пыталась вот обеспечить, ее заинтересовало. Я там купила квартиру, я купила студию. Там, ну, немножко другой вариант, опять не буду утомлять. Сейчас появились варианты таких студий, которые делают из трехкомнатных квартир. Это в Питере этим занимались давно уже, я думаю, по-моему, более 10 лет уже. А в Москве начали этим заниматься где-то год 4 назад, я так понимаю, 4-5, но это стало достаточно популярной. И вот меня эта женщина расспрашивала, как и что ее заинтересовали детали. То же самое, она говорит, вот надо же обеспечить себе жизнь, ну, когда на старость, чтобы был доход, чтобы знать, что у тебя есть на хлеб и на молоко и на все прочее денежка. Женщину, которой я снимала квартиру в Пятигорске, она, вот как раз она пришла со мной, разговаривала, я ей деньги отдавала. И она мне рассказала, что у нее буквально за 2 месяца до этого я приехала в Пятигорск в середине августа. Она говорит, вот у меня 2 месяца назад муж умер, а получилось так, они жили в гражданском браке, уже, она сказала, 16 лет, по-моему, были вместе, да, по-моему, 16. Они поехали в Египет отдыхать, а он любил подать. Она все рассказала мне честно, как дело было. Он любил подать, она говорит, я его предупреждала, ну, во-первых, перелет, он нелегкое дело, особенно для человека, который старше, ему было за 60-61, по-моему. И плюс там еще жарко, они прилетели, она говорит, и он сразу взялся бухать. Я, говорит, ему сказала, не надо этого делать, но он, говорит, естественно, меня не послушал и хорошо принял на грудь. Первый день, второй день, она говорит, третий день тоже, причем пил он спиртное крепкое, ром. Он пил ром и пил его, ну, не разводя так, стаканами. И она пошла на пляж, потому что он лежал, спал, а когда она вернулась, ее прям в холле, ее поймали эти сотрудники гостиницы. Говорят, вот извините, с вашим другом тут что-то случилось, а что случилось, они его нашли мертвого на полу, короче, умер. Умер явно из-за этого. И вот она мне рассказывала, она говорит, вот, вы знаете, мы с ним были официально не расписаны, он не работал, дохода у него не было, но я ему вот старалась как-то, чтобы все у нас было полноценно и равноправно. Кстати, тут урок для многих и для женщин и для мужчин. Она говорит, вот он мне там помогал, она в основном занимается, вот она купила несколько квартир и занимается их сдачей. По сути, на это нормальный доход, особенно в Пятигорске, но он везде нормальный. И вот одну из квартир она купила, она купила, это были ее деньги, но записала она на его имя, потому что она считала, он так справедливый, и он говорил, что это должно же что-то быть и у меня, мы живем вдвоем, не может быть все, что у тебя. Хотя, еще раз говорю, деньги были ее, зарабатывала она, он не зарабатывал. И как она мне сказала, она говорит, ну вот он помогал, там придет, мне поможет убрать. Но, говорит, с другой стороны, он, говорит, был не мастер на все руки, например, если мне нужно было починить раковину или что-то вот в этом роде, мне нужно было платить мастеру, он этого делать не умел. Короче, он умер, еще раз напоминаю, они были не расписаны, но его взрослые дети, ей сразу, ты никто и звать тебя никак. И вот эта квартира, которая была на его имя, которую она купила, они ее сейчас отожмут. Естественно, ну, пробивает 6 месяцев, но даже ее адвокат ей сказал, он сказал, может не рассчитывать, они ее отожмут точно. Причем он ей порекомендовал, он говорит, вы, конечно, можете сдавать ее вот сейчас, но, говорит, это чревато. Они могут потом потребовать эти деньги, так что, говорит, желательно ее оставить в покое. Вот так, ну, опять же, она особо не унывала, она, говорит, да, немножко депрессия напала, но, говорит, ничего. Сейчас, говорит, тут я займусь, вот надо, говорит, еще одну квартирку купить, вот надо, она такая шустренькая, такая женщина, она мне очень понравилась. Вот, опять пример, как живут обыкновенные люди. Ну, вот, в принципе, те люди, с которыми я общалась, мои знакомые, опять же, люди, которые купили, вот где я купила студию, там их было 4, ну, люди, которые купили 3 другие студии. По обстоятельствам, те, кто знает, что это за дело такое с покупкой студии, желательно, чтобы все собственники друг с другом общались. Оно для, лучше для этого дела. И мы общаемся постоянно. Встречались и лицом к лицу, и в чате, в ватсапе у нас есть общий чат. Там тоже люди, вот одна женщина, она примерно моего возраста тоже, она живет со взрослым сыном и с его девушкой. Они не расписаны, ну, скажем так, невестка, но они не женаты. Они снимают достаточно большую квартиру в Москве, и она вот хотела купить что-то поменьше, чтобы обеспечить. Дополнительный источник дохода, сделала тоже ремонт там. Другая студия, хозяйка тоже женщина, примерно нашего возраста, с сыном, которому, по-моему, 27 лет. Они приехали из Владивостока, переехали в Москву и тоже купили. Но в основном они эту студию купили для прописки московской. Тоже будут сдавать, тоже с целью заработать денег, и их все устраивает в Москве, им очень нравится. А четвертое куплено мужчина, который москвич, он уже на пенсии, он такой боевой, бодренький, на мотоцикле ездит. И тоже это у него инвестмент, он ее собирается сдавать, он потихоньку делает ремонт сам там, ну, с помощью, нанимает работников там, кто здесь. Вот так вот все живут жизнью той, которой жили. Да, как я уже упоминала раньше, инфляция есть, да, и все об этом упоминают. Но никто не паникует, по крайней мере, люди из тех, с кем я имела дело, из моих друзей и знакомых, паники нет. И также вопрос был в комментариях на тему иммигрантов, которых губернатор Флориды отправил на самолете в Марсас-Виньерд. Меня спросили, а куда они делись оттуда? Как я уже говорила, в Марсас-Виньерд их конкретно не приняли, их там не хотели. Чтобы вы понимали, я, кстати, записывала видео на подобную тему до этого. Стандартная процедура таких иммигрантов, которые нелегально пересекают границу, отправляют, ну, это тюрьма, скажем так. Она тюрьма очень такого мягкого режима, но это тюрьма, скажем так, передержка ее называется. Но тюрьма, то есть оттуда просто так не выйдешь. Должно быть, их там держат какое-то время, причем время это совершенно неопределенное и никак не гарантировано, сколько оно будет. Они их водят на судебные заседания, где судья определяет, выпустить ли их в Америку или отправить их назад. И под какой залог. И, судя по тому, что я слышала, разные люди попадают под совершенно разные залоги и сроки. То есть тут не определишь. Но ответить на вопрос, куда дели иммигрантов, вот эти богатенькие буратино с Марсас-Виньерд отправили их в эту иммигрантскую тюрьму. Совершенно спокойно. И вызвали для этого не только полицию, а еще и Коусгард, и федеральную полицию. Там целая куча народу сразу сбежалась, чтобы этих иммигрантов оттуда вывезти. Вот он ответик на вопросик. Ну вот, в принципе, и все коротко осветило, ответило на вопрос, который задали. А теперь, извините, мне надо бежать по делам. У меня деловая встреча. Спасибо всем. Приятного времени суток. До свидания.